Заседания штаба по комплексному развитию региона начали с тревожных новостей. Заболеваемость коронавирусом в Ульяновской области не снижается. Превышение российского показателя за сутки отмечается третью неделю. На 1 августа наиболее высокая заболеваемость фиксируется в Ульяновском, Корсунском, Сурском и Теренгульском районах. На 1 августа 2021 года количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 составило 265 человек. Показатель заболеваемости за сутки составляет 21,5. Это выше. Показатель заболеваемости за сутки по Российской Федерации почти на 28%. Среди заболевших большинство жителей от 30 до 49 лет. Также увеличилось количество болеющей молодежи в 1,3,5 раза. Напомню, что в регионе продлены ограничения по COVID-19 до 31 августа. Обязательно соблюдение социальной дистанции и ношение масок в общественных местах. Также в регионе продолжается вакцинация. Поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» – 12 800 доз. В ближайшие двое суток ожидается еще одна поставка уже «Спутника ВИМ». В настоящее время приходованные вакцины по остатку – это 29 800,891 компонент. И, соответственно, вот эти 12 800 в ближайшие полтора часа мы приходим. По поступлению в ближайшие полтора суток ожидаем поступление 16 800 доз спутника. Продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные автомобильные дороги». Рабочие не только укладывают асфальт, но и наносят дорожную разметку, ремонтируют остановки и освещение транзитных участков дорог. На этот год перед нами стоит план осветить около 60 километров. На 34 объекта мы уже законтрактовались и работы ведутся. Это протяженность около 51 километра. Общий процент выполнения – 28%. И на ряд региональных дорог в Теренгульском районе мы планируем дополнительно осветить три населенных пункта, общая протяженность чуть более 6 километров. Также оговорили сроки строительства левобережной развязки президентского моста. Как отметил Евгений Лазарев, движение откроется 30 августа. При этом полная сдача объекта планируется не позднее декабря, когда завершится и строительство наземного пешеходного перехода на Димитровградском шоссе. Кроме этого, продолжается уборочная. Лидерами по темпам уборки являются Новоспасский, Меликеский, Старомаинский и Базарно-Сызганские районы. Убрано 52% уборочных площадей. Средняя урожайность – почти 21 сантиметров с гектара. Подходит к завершению уборка зимых культур – пшеницы, ржи, ячменя. Приступили к уборке яровых культур и овощей.